Всем привет! С вами Кирилл. Сегодня в нашем обзоре радиомикрофон. Вот такой вот интересный радиоконструктор. В простонародье просто жучок. Тут у него крокодильчики. Держатель универсальный, монтажный для паяльщика. Радиолюбителя мутанта, значит, да? Третья рука его. Понятно. Данный конструктор пришел мелким пакетом, завернутый в пупырочку. Здесь у нас инструкция с номиналами компонентов. Все остальное написано на китайском. Весь конструктор состоит из самой платки, 3 резистора, 7 конденсаторов, 1 микровыключатель, микрофон, катушечка, транзистор высокочастотный и бокс под батарейку. Самой батарейки в наборе нет. К счастью, здесь используется батарейка CR2032. Такая у меня есть. Сегодня мы ее установим, поэтому все проверим. На самой плате указаны компоненты и подписаны их номиналы. А пока я расставлю все компоненты на их места. А номиналы резисторов мы проверим тестером. К сожалению, все элементы сразу установить не получится, так как они просто-напросто вылетают из платы. Перед установкой катушки, контакты ее нужно заизолировать, так как он покрыт лаком. А микрофон, который идет в комплекте, явно не рассчитан под эту плату, так как его размеры не позволяют установить его прямо, как отмечено на самой плате. Для зачистки изоляции я буду использовать обычный скайпель. Лишнюю длину можно просто-напросто откусить. Для удобства пользования я буду использовать держатель универсальный монтажный. Также мы будем использовать вот такую вот повербанку в качестве источника питания и вот такой вот небольшой вентилятор. Будет помогать сдувать дым от паяльника и канифоля. А теперь приступим к процессу пайки. Первым делом установим элементы, которые плохо держатся в подвешенном состоянии. Это выключатель и микрофон. Для этого их достаточно немножко прихватить. А теперь запаяем все оставшиеся выводы. К сожалению, эта плата плохо паяется обычным канифолем. Я буду использовать специальный флюс. Итак, наш радиомикрофон готов. Установим батарейку. Еще раз напоминаю, 2032. Вот как стоялось, прям до щелчка. Заметил, что у выключателя не подписано положение выключить. Но судя по разводке платы, в левую включить, в правую выключить. Предлагаю протестировать. Убираем все лишнее. Для проверки будем использовать телефон с FM-приемником. Друзья, так у меня и не получилось его запустить. Но заметил, что вот этот конденсатор, который у меня вызывал сомнения, подписанный как 103, подходящий на базу транзистора. Скорее всего, не того номинала, так как на нем написано 0,3. Сейчас мы его перепаяем и попробуем проверить снова. 10 сантиметров я, конечно же, не нашел куска провода. Но 25 сантиметров, думаю, будет достаточно. Дорогие друзья, прошел уже второй день тестирования этого радиомикрофона. И вот, что я могу вам сказать. Чувствительность самого микрофона здесь, конечно, нормальная. Но на этом, наверное, все плюсы его и кончаются. Так как расстояние, которое я смог добиться в квартире, это не более 5 метров. У него так много наводок и искажений. Я использую не тот приемник, который бы нужно для этого радиопередатчика. Так как интервал сканирования у него идет 0,1 МГц. Сейчас я вам включу, чтобы показать, как это все будет работать. Убираю лишнее. Включаю сам передатчик. Вот, он вроде включен, да? Все нормально. Смотрите, убираю руку. Опа! И появляется сигнал. Сразу слышно эхо. Раз, раз, раз. Приемник его поймал. Вот в таком режиме, да, он может работать где-то метров пяти. При этом ток потребления этого радиопередатчика составляет всего 5 миллиампер. Но! Стоит взяться за антенну. Сигнал пропадает. Стоит взяться просто в другом месте, например, где проходят дорожки. Сигнала нет. Короче, этот радиомикрофон просто собрать и выкинуть. В данном радиомикрофоне я уже менял практически все детали. Менял конденсаторы. Припаиваю антенну напрямую без конденсатора 30 пекофарад. Сейчас в данном радиомикрофоне за место 220 Ом на эмиттере подключено всего 82 Ома. Катушку оставил ту, которая была в наборе. 4 витка. На базу транзистора подходит резистор 33 кОм. До этого стояло 22 кОм. Такой микрофон можно посоветовать только кто хочет полазиться, потратить на это пару часов. Может быть, как и мне пару дней. Вот такой вот у нас сегодня в обзоре был радиомикрофон. Если вам понравилось это видео, подписываемся на канал, ставим лайки. С вами был Кирилл. Пока-пока. Здесь у нас мешок нашей русской картошечки. Нам, конечно, и все не надо нарезать. Но вот такую вот мисочку пластиковую мы сегодня наберем. Для тестирования начнем саранее. Достаточно найти устройство ЕДМ1, которое уже подключено. ЕДМ1 ЕДМ1